Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна А вот уже направить на исследование Здесь у нас начинаются сложности Затем тоже вот такой отличный вопрос Доктор мне подсказал Переходит ли количество в качество? В каком смысле это звучит? В том плане, есть ли у пациента Первая степень желательного явления? Но их четыре, и они такие, знаете, разные Ну вот, например, у нас пациент был Конъюнктивит, сыпь, зуд, Трансаминаз и все в первой степени вроде как Так, плюс-минус Искать ли еще что-то? Ну мало ли, может у нее еще пневмонит в первой степени? Ну так, невыявленный, да? И надо ли нам каким-то образом на это реагировать? Не придет, ну вообще, придет ли у нас Следующее введение, если мы сейчас продолжим, да? Вот в таком разнообразии Слабость тоже, вот мы иногда смотрим У нас пациенты начинают жаловать Почему-то я тоже спросила Галину Юрьевну Вот эта слабость, она как первый симптом, да? Где вот она начинается, миостыния? Переходит ли она еще в какую-то? Или это вот та остыния, а не миостыния? У нас вот недавно было вообще осложнение У пациента, как это поставили, по-моему? Миозит с включениями То есть когда слабость в ногах, а потом увеличилась в объеме нога Мы сделали УЗИ и, честно, уже даже думали о флегмоне Но когда мы пунктировали Потому что мы все-таки в эту сторону как-то думали Вы знаете, там не было никакого бактериального компонента Там в результате все это пришли лимфоидные элементы Потом мы уже начали переживать Не появится ли там бактериальный компонент Потому что мы все-таки дренаж поставили Объем был достаточно большой И вот эти межмышечные Потом через некоторое количество месяцев Еще один такой пациент пришел Но там мы уже не пошли на пункцию В общем, что мы только не видели, называется И вот недооцениваем ли мы слабость Потому что к химиотерапии Когда пациент говорит, ну, у меня слабость Мы говорим, ну, да А вот насколько в иммунотерапии Редкие Тоже вот приходит доктор, говорит Патерина Владимировна, говорит Артрит Такой, правда артрит? Да, посмотрели Такой увеличенный сустав, асимметрично И как я уже тоже поняла в дискуссиях для себя Со смежными специалистами Когда мы обсуждали Милодиспластический синдром И который появился, например, на иммунотерапии Я говорю, что делать-то? Я говорю, ну, это же вроде как ваш гематологический Они говорят, знаете, от того был он Или вы его сделали? Он, в общем-то, такой и есть Он, например, также артрит Мне так кажется То есть было предрасположенность Не было предрасположенности Говорят, вот то, что вы цитировали Бери эти гормоны, лечите гормонами Может быть, действительно Какой-то такой Если мы берем в общем популяции Подход Какой-то тонкой диагностики К чему мы пришли? Ну, мы спровоцировали Там единственное, знаете, было в чем? Мы думали Патогенетически Будет ли работать колонистимулирующий фактор Вот когда был мелодиспластический синдром Вот здесь вот мы ушли Вот в дебри рассуждений Если он вызван Ему напосредован То есть в нашей терапии Или он был И вот там дискуссия Она сразу велась Ну, вот, например Как лечить артрит? Что делает доктор? Правильно делает Он открыл книжку Где там артрит? Где там артрита? Я говорю Ну, понимаешь, говорю Ну, не все можно включить Я говорю Да там же еще много осложнений Он говорит Ну, там же уже много Надо добавлять Затем Когда мы начинаем, например Лечить Ну, допустим Гепатит Монопосредованный Мы назначили Приднизолон Метилприднизолон Кто что больше любит И у нас там Рецидив гепатоксичности Да Или стероид Рефрактерный То есть мы не можем справиться Думаем о селсепти А у нас Лучного стационара Его нет И вот эта вот дилемма Для городских стационаров Она довольно сложная Затем У нас тоже Какие-то появляются Ощущения Доктора Вот тоже Рассказывают Нет ли Вот мы Оцениваем риск Тромбообразования Когда будем назначать Химиотерапию Да А вот иммунотерапия Она сама Вроде как иммуно-посредованная Тромбообразование Вроде как Я не знаю Мы не видели Что было описано Но Нет ли ощущения Что она Как-то все-таки Усугубляет этот риск Ну и предиктор Нежелательных явлений Как-то Если бы мы все это знали заранее Нам было бы проще С этим работать Но видимо Наверное В ближайшем будущем Это не появится И то что не является проблемой Может быть в нашем учреждении Но наверняка Является проблемой Где бы то ни было Как я поняла Галина Юрьевна Вы пациента Не клали в свое учреждение Вы так издалека За ним наблюдали Вот Мы честно говоря Кладем И поэтому Когда вот Там опыт Он получается есть Да И нас пока Спасибо поддерживает Руководство Да Растахина говорит Ну мы сделали Желательное явление Мы его сами В общем Кто купил этот Навал игрушек Кто-то его разбирает Да Вот примерно То же самое Говорит Ну надо помогать И да Смежные специалисты Боже мой Насколько они За эти пять Допустим лет Стали больше знать Уметь понимать Это фантастика просто Многим просто Даже интересно Они проявляют Какую-то заинтересованность В том Чтобы углубить знания Там спросить И да Коммуницировать вместе Вот у нас Например Есть инфлексимап Но знаю Что он Не везде есть Да Это буквально На этой неделе Мы обсуждали И такие Ну не знаем Вводить Не вводить А у пациентки В анамнезе Склеродермия Которая сейчас Осталась только Маленьким пятном Которая никак Последние Много Даже десятилетия Получается Себя не проявляет И где-то В одной из справок У нее пишут Что у нее было Удаление части Толстой кишки Где написано Что у нее Скорее всего Язвенный калит Какой-то был Который сейчас Да Ну конечно Мы в общем Само собой Не в сторону Иммунотерапии Вначале шли Но по-моему У нее сейчас прогрессируем И вот вопрос И такие сидим Значит тоже Думаю Вот оно Как вот здесь поступить Вот И я такая говорю Ну инфлексима В аптеке есть Ну если что Мы готовы Да Потому что Калит это Одно из сложнейших Вот у меня такое ощущение Что Даже рефракторные гепатиты Ну да Пациенты месяцами Лежат Ходят Это конечно сложно И не всегда удобно Да Пневмониты часто Мучают нас Дивдиагнозом Не присоединилось Если там что-то Не случилось Если каким-то образом Но с точки зрения того Насколько может уйти В перфорацию Калит Пациент Значит звонит Как это Есть такое да Выражение Расхожее В Как это Умное лечение Для умных пациентов Это перевод Комплоентности Да Называется Как комплоентность Приверженность терапии Или еще что-то Господи Ну как порой сложно Ну Вроде бы Пациент Имеет право Отказаться От помощи Да А я Честно говоря Чувствую Свою беспомощность Потому что Ну как это Бессилие Я понимаю Что я должна Помочь Да Пациент отказывается Имеет право Он взрослый Да Родейспособный Тра-та-та Но понимаю Что через некоторое время Он придет И вот Там мне будет Уже гораздо сложнее Ему помогать И вот тоже пациент Ой мне плохо Что плохо Хорошо Ничего не понятно Из разговора Приходите Посмотрим В анализах Ну плюс-минус Ничего такого В пределах первой степени Там трансиминации Вроде жалобы Ничего Уходит Потом опять Ну и диарея Все вообще Все Умираю Приходите Давайте Смотрим Тоже Посмотрим Тоже вроде как Ничего особо не происходит Потом выясняем Что он все-таки Лег в Боткина С диареей Неизвестно в каком количестве Раз Вот Из которой он Вишенка на торте Выписался Под расписку Что ему Кажется Ему там не помогают Хотя Он сам сказал Что они понимают Что они лечат Ему на посредованный калит Поэтому конечно Вот эти все нюансы Да Они очень интересны Очень важны Это ввиду к тому Что коммуникация Между всеми нами То что мы сейчас делаем Ну это бесценно Ну вот правда Вот это вот Для меня С вас 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 Потому что Вот даже Несколько вопросов Которые я задала Мне Ну очень Даже в практике Моей пригодятся Ответы на них Поэтому Смежные специалисты Пациент Обучение пациентов Да Но Если мы Некоторые говорят Ну вот На стране Может быть Мы там Меньше внимания На пациента Обращаем Мне очень понравилась Одна из статей Это европейская страна Сейчас Не указала на слайде Не помню Значит У пациента Миллиард способов Связаться с клиникой Просто Просто Безграничные Им активно звонят У них есть 24 на 7 Телефон У них есть Звонок Метестры В определенное время У них есть связь К доктору И консультация Так вот Знаете что выяснилось Несмотря на такую Вот просто Называется Жалую себя Не хочу Там тоже В основном Пациенты ждали Когда они придут К доктору Head to head Сядут И начнут Жаловаться Поэтому Вот наверное Я бы сказала Что вот это Вот те Может быть Не знаю Надо ли представлять Какого-то сложного пациента Или вот вопрос Что вы делаете По тем вопросам Которые я поставила Потому что я могу Много рассказывать Мы пытались Например Через заход Опросников Качества жизни Мы их взяли У лаборатории Аутоиммунитета Это те Опросники Которые заполняют Пациенты С аутоиммунными Заболеваниями Они формируются В симптомы Или синдромы Асия симптомы Так называемые Большие малые критерии Мы пытались Дать их нашим пациентам 91 человека Взяли Раздали Но на этой По крайней мере Группе Да Вот мы не нашли Той точки приложения Где мы могли бы Зацепиться Потому что там Большой спектр вопросов Начиная от каких-то Имплантов Которые стоят В пациентах Уже на момент Перенесенные заболевания Ну много всего интересного Но Это точно помогло Нам более внимательно Следить за пациентами Может быть всегда не лишним И то о чем я говорила А здесь мы попытались Как это пока Евгений Новинич Жалко сейчас не взяли Да Еще знак зодиака Мы сюда не добавили В анализ Но к тому опроснику Мы добавили ПДЛ-экспрессию И посмотрели Создав индекс Насколько он может Отражаться На попытке Поиска И предикторов Знаете На самом деле Вот у нас На вот этом Пилотном проекте С 49 пациентов Даже было показано Что Скажем Стоит На это Обратить внимание И создавать индексы Это в общем Может быть тоже иногда полезно Поэтому Конечно у нас много Дивдиагнозов С гепатотоксичностью О которых я говорила И дивдиагнозы Потому что пациенты Параллельно могут Что-то пить Я не знаю Насколько они вам рассказывают Но каких только Историй Мы не слышали То что В разных рекомендациях Разные тактики То что Вот как я говорила Наглядная демонстрация Дивдиагноза Концероматоз Или псевдопрогрессирование Или вообще Пульмонит Потому что Это абсолютно Разведет нас По тактике действия И вот тот случай Который Алексей Викторович Анонсировал Когда Только пациента спасли В принципе Год он был После этого Такого Феноменального лечения Один цикл Который у него Одно введение Комбинированное Закончилось Такой чередой осложнений Но год был без терапии И затем Вот вопрос о том Вот они Нежелательные явления Вот оно Такое Грациозное спасение Пациента от них И вот называется Будем ли мы пробовать Еще раз усугублять Его состояние Поэтому Да Вот здесь В этой ситуации Это конечно Яркая история Она красивый пример Может быть Не все Они конечно Мы о них Мы же о красивых Рассказываем Вот поэтому Проблем много Да Поэтому вопрос В зал Или для дискуссии Да Вот я их поставила Может быть Там на первых Скорее слайдах Можно Надо было с них начать Ну или точнее Ими закончить Вот Где-то Где-то вот Здесь А что у вас Называется Да Продолжение следует...